МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире программа о том, как сделать жизнь комфортной, а сфера ЖКХ понятна и доступна. Вы смотрите «Ты собственник» в студии Ирина Канева. Здравствуйте! Где дешевле жить? Сейчас в Тюмени застройщики предлагают самые разные варианты и районы, но нас интересует не только стоимость квадратного метра, но и последующая коммуналка. На итоговую сумму в квитанции влияет строка отопления. Тут два варианта. Либо ваш дом будет подключен к центральной системе теплоснабжения, либо строитель установит свою котельную. Например, в жилом комплексе «Горизонт» застройщик построил систему отопления на весь район и сдал котлы в аренду обслуживающей организации. Так вот, последняя умудрилась накопить долги перед газовиками, и в августе весь район остался без горячей воды. Причину называют банальную долги населения. Дома еще не полностью заселены, и за ними действительно накопился долг в полтора миллиона. Однако отключать добросовестных потребителей они не имели права. Были вызваны руководители как арендатора котельной, так и управляющей компанией, где были проведены акты сверки. Было полностью проведено, как сказать, расследование по данному вопросу. Выяснили, почему образовалась задолженность. В течение трех дней было все урегулировано. Это один из минусов частных котельных, хотя плюсов у них особо нет. Как правило, на таких объектах стараются применять городской тариф. А значит, жители особо не экономят на тепле, даже наоборот. Еще пару лет назад в одном из новых микрорайонов оператор вот такой котельной защитил тариф выше городского. Но тогда выкрутился и вовремя пересчитали. Самыми экономичными пока остаются газовые котельные на крыше. Тариф на них не защищают. Как правило, жители оплачивают только потребление газа. На той же пражская стоимость отопления зимой доходит до 18 рублей, если переводить объем газа в квадратные метры. Тогда как муниципальный норматив около 32. Его применяют, если в доме не установлен или вышел из строя общедомовый прибор учета. Получается, что жильцы домов, где есть котельная на крыше, оплачивают за отопление почти в два раза меньше, чем в среднем по городу. При этом не стоит забывать, если оборудование выйдет из строя, то его придется чинить за свой счет, то есть дополнительно собирать средства. Но у них есть свои недостатки. Например, лишний шум. Ведь их ставят поверх квартир. И если застройщик не учел некоторые параметры, жить под такими котлами становится невозможно. Вот один из примеров. Пражская, 51. Дом строился долго, но сейчас он один из лучших в районе. Жители сравнивают квитанции с соседями и радуются, что у них есть крышная котельная. Но радуются не все. Вызывали Роспотребнадзор, замеряли шумы. Шумы были в 12,9 раза завышены, чем по норме. Кроме того, идет еще и резонанс шоу. То есть вот дребезжание такое вместе с кроватью дребезжит. Квартира Любови Медведевой прямо под котельной. Еще в прошлом отопительном сезоне женщина пожаловалась в Роспотребнадзор. Специалисты провели замеры и подтвердили, жить в таких условиях некомфортно. В соответствии с протоколами измерения установлено превышение уровня шума вплоть до 12 децибел для ночного времени суток. За выявленные нарушения юридическое лицо привлечено к административной ответственности. Выдано предписание об устранении выявленных нарушений со сроком до ноября. Надзорные органы только подтолкнули жилищников к активным действиям. Управляющая компания взяла дом от застройщика. Проблемы с котельной начались сразу. Только летом на нее не жаловались. Для подогрева воды достаточно и одного котла, который работает в полсилы и почти не шумит. Но первая же зима показала. Нужно собирать средства на реконструкцию. Сейчас специалисты устанавливают вибровставки, монтируют частотные пускатели и новые насосы. Принято было решение до начала отопительного сезона, как она выйдет на полную мощность и, соответственно, будет шуметь еще больше, сделать работы по ее реконструкции, которые приведут к снижению шума. Собственно, это сейчас и происходит. На реконструкцию котельной Роспотребнадзор дал время до ноября. Однако управляющие компании уверены, справятся и за пару недель. При этом за ремонт общего имущества жителей не возьмут ни копейки. У всех этих частных котельных есть один большой минус. Сложно найти компанию, которая может качественно ее обслуживать. Поэтому, выбирая квартиру в доме, которая отапливается от собственной котельной, наведите справки. Ведь только от нас с вами зависит, в каких условиях мы будем жить. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова